Картофельный фюрер Лукашенко с официальным государственным визитом отправился в африканскую страну Зимбабве. И знаете, вот дальше можно было бы уже даже и не продолжать, ну потому что уже смешно. Впрочем, градус безумия с этим его визитом реально зашкаливает. Поэтому давайте сейчас вместе насладимся этим невиданным доселе и одновременно жалким зрелищем под названием Лукашенко в Африке. Там есть чему поражаться, в том числе поражаться тому, насколько на самом деле измельчал и деградировал этот белорусский диктатор, для которого визит в отсталую африканскую страну реально является теперь событием года. Африка давно проснулась. Это тяжелейший момент. Я это знаю своего опыта. Поэтому мы здесь. Мы приехали к друзьям. Поэтому народ Зимбабве должен понимать, чудес не бывает. Поэтому мы здесь. Мы приехали к друзьям. Привет, меня зовут Артем Авденко. Я украинский журналист, который подсел на российский зомбоящик. Ни капельки не стыдно мне в этом признаваться. Поясню почему. Буквально столикой критического мышления в российском телевизоре сейчас можно удивительные вещи разглядеть. А именно, там сейчас буквально в прямом эфире ведется хроника распада российской империи. И мне, украинцу, это зрелище интереснее сериалов Нетфликса и голливудских блокбастеров. Поэтому и сознаюсь. Подсел на российский телевизор, а вот в данном конкретном случае на телевизор белорусский, где взахлеб сейчас рапортует о визите первого в Зимбабве. Первым они Лукашенко называют. Опять же, и смешно, и противно. Ну, давайте вместе сейчас насладимся тем, что там теперь белорусские пропагандисты из Зимбабве показывают. Впрочем, и об этом также хочу сразу предупредить, ну, чтобы вы не недооценивали это Зимбабве. Смотрите, я уверен, что большинство зрителей вообще об этой стране ничего не знает. Поэтому сразу спойлер. Зимбабвийцам есть о чем поведать и белорусам, и россиянам. Ведь у них там уже давным-давно и диктатура, и санкции, и в результате беднейшая экономика региона. Ну, то есть прилетев туда, белорусская делегация смогла фактически заглянуть в будущее из своей страны. И вот именно такого будущего в своей стране и хочет Лукашенко. Именно поэтому по прилету и взялся он на пресс-конференции кричать, что будущее, мол, за Африкой. Ну и кстати, обратите внимание, как Лукашенко наушники надел. Не многие могут себе позволить так на людях позориться. Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Поэтому мы здесь. Поэтому Африка давно проснулась. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Но давайте по порядку. 8000 километров разделяют Беларусь и Зимбабве. Страну в южной части Африки, которая не имеет выхода к морю, которая расположена между грандиозным водопадом Виктория, включен в наследие ЮНЕСКО, и рекой Лимпопо. Той самой, где, если верить Корнею Чуковскому, доктор Айболит подчевал тигрят Гоголем-Моголем. Так вот, Лукашенко, в отличие от доктора Айболита, отправился в Африку не пешком, а прилетел туда на самолете. Причем Лукашенко почему-то для вояжа выбрал из своего авиапарка вовсе не советский Ту-154, а американский Боинг-767. И вот интересно, почему так? Ведь всем без исключения, россиянам и беларусам, точно известно, что свое отечественное, оно же во сто крат лучше зарубежного. Ну, тем более, ведь не исключено, что этот Боинг собирали американские геи, сатанисты, а может быть даже те двое сто раз Путиным упомянутые родитель один и родитель два. Впрочем, Лукашенко, как мы видим, эти все страшилки почему-то вообще не остановили в предпочтении Боинга. Ну, может быть потому, что страшилки эти придуманы Путиным для внутренних, так сказать, идиотов. Ну и Лукашенко об этом точно знает, потому как и сам помогал Путину их придумывать. Ну и белорусского диктатора на аэродроме Зимбабве торжественно встречали цветами на шею и дикими танцами. Тут вопрос к знатокам. Скажите, если это официальная встреча и официальные танцы, то почему танцоры в майках-алкоголичках? Это что такое? Это дань уважения белорусскому трикотажу? И обратите внимание, только зимбабвийский президент по фамилии Мнангагва. Повторяйте сейчас за мной. Первая буква М, потом Мнан, потом Гак, потом Ва. Мнангагва. Так вот, только он один среди встречающих был с шарфом на шее в цветах зимбабвийского флага. Знаете, я бы и внимания на этот момент не обратил, но вот Лукашенко позволил себе об этом пошутить. Первые слова, с которыми он обратился к зимбабвийскому коллеге, были «Думал, я тебя не найду». Видимо, намекая, что только благодаря шарфу он и смог отличить главного зимбабвийца от остальных. Ну и два слова о Мнангагве. Президентом Зимбабве он является лишь с 2017 года. По меркам Лукашенко, который при власти с 1994 года, это буквально детский сад. Но на самом-то деле нынешний зимбабвийский президент еще с 1980 года был ближайшим соратником предыдущего лидера страны. Роберто Мугабве, которого назвали старейшим диктатором планеты. Так вот, Мнангагва, к которому сейчас Лукашенко и прилетел, он был у этого старейшего диктатора планеты министром безопасности. То есть тем человеком, который непосредственно отвечал за террор, чистки и расправы над неугодными. То есть все то, что Путин с Лукашенко лишь относительно недавно стали творить со своими народами, этот вот Мнангагва с зимбабвийцами делает уже более 40 лет подряд. Но Лукашенко на всякий случай сразу все равно предупредил. Никаких демократических ценностей он с собой зимбабвийцам не привез. Ведь он их очень уважает, а значит хочет с коллегой по диктатуре делать все то, что диктаторы очень любят. А именно, цитирую, работать на благо народа. В данном конкретном случае зимбабвийского. Замечу для тех, кто не в курсе. На самом деле все диктаторы свои самые страшные деяния всегда поясняли, поясняют и будут пояснять своей неустанной работой на благо народа. С глубоким уважением и признательностью относимся к народу зимбабве. Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности, а идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве. Ну и прилетел Лукашенко не с пустыми руками. Как думаете, что привез? Да-да, он не оригинален, привез трактор Беларусь. Ну, может, конечно, еще и белорусской молочке захватил, но не факт, что зимбабвийский диктатор решился бы ее попробовать. Так вот, Лукашенко привез трактор отечественного образца. Да, единственное что, ну, вы же знали, что на белорусских тракторах стоят моторы производства американской компании Caterpillar, и теперь вот, когда из-за санкций этих моторов в Беларуси больше не видать, то на те тракторы будут стоять моторы китайской компании Weichai. Вот он какой на самом-то деле настоящий белорусский трактор. Ранее с американским, а теперь вот с китайским мотором. Впрочем, даже сам Лукашенко во всеуслышании признал, что будь у зимбабвийцев возможность выбора, они бы и не посмотрели в сторону белорусской сельхозтехники. Они бы купили немецкие или американские трактора. Чтобы вы понимали, Лукашенко не придумал ничего умнее, чем благодарить за это Белый дом. Еще раз, в своем выступлении в Зимбабве Лукашенко благодарит американцев за санкции, наложенные на Зимбабве, и признает, что иначе его трактора проиграли бы там конкуренцию. Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Но самым показательным моментом визита Лукашенко в Зимбабве была его пространная речь о том, какая ответственность сейчас перед зимбабвийцами, ведь у них на носу выборы. Ну а Лукашенко, говорит, знает как никто другой, насколько это ответственный момент в жизни страны. Лукашенко искренне посоветовал зимбабвийцам не верить крикунам, не верить скакунам, а всем им проголосовать за нынешнего диктатора, ну, чтобы тому легче было эти выборы фальсифицировать. Зимбабвийский народ находится в канун ответственных мероприятий, выборов всех уровней. Это тяжелейший момент. Я это знаю из своего опыта. Поэтому народ Зимбабве должен понимать, чудес не бывает. Будьте бдительными, аккуратными. Не верьте крикунам, скакунам. Я это знаю из своего опыта. Чудес не бывает. Подытожим. Смотрите, официальный многодневный визит президента Беларуси в Зимбабве за 8 тысяч километров. В беднейшую африканскую страну, чтобы там торговать тракторами? Да расскажи об этом самому Лукашенко еще лет 10 назад. Он бы до слез хохотал над абсурдностью таких фантастических предположений. Для понимания. Несмотря на то, что по территории Зимбабве вдвое больше, чем Беларусь. Несмотря на то, что в отличие от Беларуси Зимбабве имеет богатейшие залежи природных ископаемых. Но при всем при этом ВВП Зимбабве вдвое ниже, чем Беларусь. И вот в такую страну Лукашенко летит лично. Впаривать свои так называемые белорусские трактора с китайскими двигателями. Это даже не уровень министра иностранных дел или министра экономики. Нет. Достаточно было бы туда отправить заместителя директора МТЗ, Минского тракторного завода. Этого было бы абсолютно достаточно, чтобы задачу выполнить. Но нет. Полетел лично Лукашенко. Хотя, конечно же, не только для того, чтобы свои трактора африканцам втюхивать. Скорее для того, чтобы себя наконец-то почувствовать значимым. Чтобы совершить вот этот государственный визит. Чтобы его с хлебом, солью встречали с почетным караулом и гимном. И вот для этого всего и пришлось лететь аж в Африку. Ведь кроме как там, его больше нигде не ждут и никуда не зовут. Ну а приезд в гости к диктатору российскому всегда заканчивается одинаково. Лукашенке там приходится оправдываться, почему он и теперь забыл захватить с собой карту, чтобы показать всем, где же с четырех сторон на Беларусь готовилось нападение. У меня просьба к зрителям. Перешлите, пожалуйста, это видео белорусам. Ведь у меня к ним вопрос. Собратья белорусы, а поясните мне, пожалуйста, а как вы умудряетесь этого вот усатого таракана, это убогое ничтожество терпеть у себя в Минске при власти уже целых 30 лет? Мне, украинцу, это уму непостижимо. Лайк этому видео, если в Ютубе смотрите, подписка на Ютуб 24 и на мой личный Ютуб-канал, чтобы мы с вами в будущем не потерялись. Ищите на меня ссылку в описании к этому видео, ну или же просто гуглите три слова Ютуб Артем Авдиенко. Также напоминаю, все будет Украина и слава ВСУ. Увидимся.